Всем привет! С вами я Татьяна Зайцева и я частный дизайнер интерьеров. Сегодня я расскажу вам о том, как быстро, дешево и главное без особых усилий преобразить ваш интерьер. Смотрите! Окидывая взглядом свою квартиру, понимаете, что интерьер наскучил? Либо просто хочется обновления? Тогда мои лайфхаки для вас! Первое – это порядок. Это задача для любой квартиры – убрать, спрятать, задекорировать все видимые провода и розетки. Сделайте путающийся под ногами провод частью вашего интерьера, превратив его в оригинальный предмет декора. Для этого просто обмотайте его лентами или толстой веревкой. Главное, чтобы цвет обертки сочетался с палитрой интерьера. А вот от телевизионного провода не так легко отделаться. Но выход, конечно, есть. Дайте простор воображению и сделайте ненавистный провод основой произведений искусства. Украсив стену рисунками и фотографиями, вы не только спрячете провод, но и придадите интерьеру изюминку. Даже самое стильное рабочее место может выглядеть неаккуратно, когда под ногами извиваются десятки проводов. Чтобы решить проблему раз и навсегда, прикройте торчащие провода панелью или шторками. А длинный провод может стать эффектным настенным панно. Придайте ему нужную форму и закрепите зажимами. На ваших стенах могут ожить города, животные и даже абстрактная конструкция. Второе в топе моих хитрости – виниловые наклейки. Для меня это незаменимый элемент декора, поскольку стоит недорого, изображений, размеров и цветов огромное количество. И монтаж проще простого. Главное, чтобы стены были максимально ровными или с незначительной фактурой. Состоят они из трех слоев – подложки, самой виниловой наклейки и прозрачной защитной пленки. Снимайте пленку, определяйтесь с местом и вуаля! Красота на лицо, то есть на стену. Для меня такие наклейки – отличная замена фотообоев. Если хорошо поищите, то найдете такой декор, как для девочек, так и для мальчиков, обучающие и даже на отдельные праздники. Снять такую наклейку, как надоест, не составит труда. Стоит лишь прогреть ее струей горячего воздуха из фена. Она свернется, а на ее место вскоре сможете разместить любую другую. Третье. Художественная роспись на стенах или трафареты. Конечно, я отдаю себе отчет в том, что вы не умеете рисовать, а потому есть ряд советов. Для начала выбирайте изображение попроще, а также максимально ровную стену. Изображение эскиз напечатайте в ЧБ. Краски советую брать акриловые на водной основе, но поверх все же вскройте акриловым лаком. Делайте набросок на стене мягкими цветными карандашами, их легко убирать ластиком. Готовые клейкие шаблоны вы найдете в строительных гипермаркетах и интернет-магазинах. Четвертое. Композиция из картин. Выбирайте серию картин из одного события или тематические – мода, автомобили, животные. Компонуйте их в одном оттенке – сепи или ЧБ. Нет на это времени? Тогда берите одинаковые рамки. Например, темные, тонкие или объемные, белые. Сомневаетесь в красоте композиции? Отрепетируйте раскладку на полу или создайте эскиз на бумаге, соблюдая масштаб. Пятое. Настоящим шиком считается наличие в комнате предметов, сделанных своими руками – кашпо, вас, светильников и люстр. Ну а зеркало в красивой раме, которое создано хозяином дома – это настоящий шедевр. Вариантов оформления этого предмета очень много. И самое главное – это выбрать один из способов. Это могут быть прищепки, столовые приборы, спицы, недорогая бижутерия, плитка с нанесенными на ее поверхность изображениями членов семьи, из осколков вбитой фарфоровой посуды, пластика, упаковок от дисков, конфет или даже сигарет, из пайеток и одноразовых ложек, газетной или журнальной бумаги сухих цветов. Полет фантазии в том, как декорировать зеркало своими руками, абсолютно не ограничен, лишь бы материалы сочетались и смотрелись гармонично с интерьером комнаты. Шестое. Очень простой и эффектный прием декорирования – это стеклянные бутылки. Проще всего засыпать в них слоями сыпучие материалы – песок, соль, кофе, корица, горох, крупы, фасоль. Либо использовать их как вазу, окрасив либо снаружи, либо внутри. Так вы получите основание, которое при желании потом можно декорировать с помощью различных техник. Посмотрите, как это просто и эффектно. Седьмое – это шторы. Несмотря на то, что уже сами по себе шторы – это украшение интерьера, тем не менее, это отдельный элемент, самостоятельная деталь, которая в свою очередь тоже декорируется. Предлагаю пару идей. Детские мягкие игрушки, как ни странно, смотрятся очень интересно в качестве подхвата. Это замечательная идея. Также использовать для фиксации занавесок можно абсолютно разным держателем, в том числе и оригинальные прищепки, сочетание бусин, цветов, кисточек, ленточек и других деталей, необычные магнитные подхваты для штор. А существенный плюс таких аксессуаров – это возможность создавать уникальные вещицы собственноручно. Восьмое. В большинстве квартир мебель составляет самую весомую часть интерьера. И, пожалуй, самую дорогое. Ее не так просто сменить, как надоевшие шторы или вышедший из моды светильник. Что же делать, если душа просит чего-то свежего и оригинального, а в ближайших планах траты на новую мебель не предусмотрены? Тогда давайте попробуем перекрасить старую мебель. Сделать это несложно, но важно очистить поверхность, прогрунтовать и, используя защитные пленки и малярный скотч, прокрасить ее из баллончика. Не бойтесь использовать яркие оттенки, украшать поверхность рисунками и цветной пленкой, реализовывая самая смелая идея. И последнее, не менее кардинальное изменение. Обновляем бытовую технику. Для этого подойдет краска по металлу. Он бывает как в баллончиков, так и в банках. А если окрасить грифельной краской, получите отличное место для записи для своих домашних. Для получения разноцветных полос, воспользуйтесь малярной лентой. А для более детальных и интересных рисунков, можете взять готовые трафареты или сделать декупаж. Но и виниловые наклейки-стикеры, о которых я говорила выше, отлично вам подойдут. Все мои способы, как вы могли убедиться, довольно просты в исполнении и доступны для реализации в домашних условиях. Жду ваши комментарии и с удовольствием отвечу на вопросы. А тем, кто меня не знает, хочу напомнить, что я также обучаю дизайну интерьера. И у меня есть онлайн-курс для новичков, который позволит вам заниматься в удобное для вас время, даже ночью. Подробнее о нем вы можете узнать на моем сайте, а также заказать первый бесплатный ознакомительный урок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok